привет всем подписчикам в этом видео я собираюсь сделать кожаные ножны для своего ножа обзор на который в принципе можете посмотреть у меня на канале что из этого выйдет посмотрите в итоге в процессе изготовления я собираюсь включать так сказать камеру и показывать объяснять что я буду делать делаю я нужно во второй раз первый раз у меня они получились нормальные в принципе с небольшим таким косячком но это несущественно для первого раза мне тогда очень было радостно то что все вышло нормально в этот раз буду делать такой вот толстый довольно таки кожи смотрите вот у меня этот кусок остался еще с тех пор когда я занимался немножко там изделиями из кожи делал различные там брат брелки браслеты кошельки не буду долгих размышлений увидите все что получится пожелайте мне удачи так сказать для начала нужно вырезать кусок кожи мне немножко проще даже я сказал намного проще у меня есть лекала это так сказать кобура или ножны которые шли в комплекте с этим ножом они в принципе меня всем устраивает только они сразу же вот здесь разорвались и они не очень хорошо удерживают и в принципе они просто из кого-то такого говеного материала мне нравится мне захотелось сделать кожаные я в общем положил так вот обвел карандашом заготовочку сейчас все это вырежу и начну в принципе делать потом может быть я ее окрашу каким-нибудь кустарным способом потому что я с кожей занимался какое-то время полгода наверное сделал одни ножны вот у меня вот так сказать на моей совести одни ножны много различных таких всяких браслетов все остальное но окрашиванием кожи я никогда не занимался узор я наносить не буду но вот окрасить я в этот раз попробую я вот сейчас покажу с помощью растительного масла и крема для обуви вот получил из вот кусочка такой вот кожи получил вот такой вот цвет сейчас не знаю получится такой неплохо я думаю а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дерм오 ДимаTorzok ДимаTorzok Вот такие, результаты примерно за два часа работы. ... Красочку яation внес, такую вот свою импровизированную, это у нас, что было. Сначала, прожирил, так сказать, маслом растительным Потом прошелся кремом, который был Это у нас киви какой-то тут Черный в общем Меня в принципе устраивает такая вот ситуация Вот сейчас вот при Точнее не сейчас, а вечером И не я, а девушка прошьет Мне все это делать, потому что я не особо Умею шить Надо вот научиться будет Вот так оно будет смотреться Вот здесь вот такой вот Грибок, как я его называю Их я покупал давно У меня они и оставались Так что, если у вас их нет Если вы, например, соберете сделать такую же штуку То желаю вам, конечно, приобрести Потому что она очень упрощает Процесс заклепывания Можно, конечно, сделать вот на кнопке Но это, я думаю, не очень удобно Не очень практично, не очень надежно Ну и, соответственно Если у вас такой штуки нет То, скорее всего, у вас и кожи В принципе, такой вот нет Из которой можно сделать А все вот это вот продается в кожевенных магазинах В крупных городах Ну, более-менее в угласных центрах Я думаю, все сможете найти Вот такие пироги Покажу, что выйдет уже в сборе, так сказать Ну, все, ножны готовы По-моему, получились неплохие Я ожидал, что будет, наверное, в несколько раз хуже Такие на вид Я примерил на ремень Нормально Удобно все висит Хорошенько Хорошенько Вот здесь вот у меня Значок Моей, так сказать Недофирмы Когда я пытался Заниматься Хендмейдом Из кожи У меня так Моя Как сказать Конторка так называлась Сангерель У меня еще штампик остался Ну, вот я иногда, когда что-то делаю Климлю Можно так сказать Так, что у нас тут выходит Что тут интересного, можно сказать Вот здесь вот Нужно, конечно По науке Вот в этом месте И еще желательно вот здесь Вот пробить Специально стальными Или какими-нибудь Ну, металлическими Типа люверсы Поставить Чтобы при Вынимании Например Вот вы понимаете Как вот Сейчас вот здесь Режущая часть Вот тут вот Она может перерезать Нить И придется заново Перешнуровывать Все это дело А если здесь будет стальная То она В общем не будет Перерезать То есть лезвие Не будет перерезать Прошивку Не знаю По-моему Получилось отлично Ну не отлично А для трех часов работы Для чист Вот мне Захотелось Нужно сделать За несколько часов Сделал спокойно Первый мой опыт Окрашивания Кожи Кожа была По сути Обычная Без Без Коей-либо Окраски По-моему Может быть Она была Такая вот Оранжевая Коричневая Можно сказать Но По-моему Это Так называемый Без Без окрашивания Кожи Которую Можно Самому Окрасить Вот Я нанес Сюда Сначала Растительное масло Подсолнечное масло На кожу Потом Прошелся По ней С помощью Крема Для обуви Черного А дальше Я Все это Дело Зачистил Хорошенько Точнее Прополировал С Парафином Свечкой Короче Все это Дошел Теперь Вот такая Блестящая Кожа Темного Цвета Никаких Запахов Крема Для обуви Уже Не осталось Ничего Не красится Неплохо По-моему Получилось Вот такие дела Ставьте Больший Пальцы Вверх Если Было Интересно И Если Понравился Конечный Результат Подписывайтесь На канал Здесь Вы Найдете Много Интересного И Много Интересного Будет В дальнейшем Спасибо За Внимание До Скорых Встреч